всем привет дорогие друзья я рад вас приветствовать на канале и сегодня вообще по большому счету сегодня должно было быть немножечко другое видео точнее видео должно было быть про колеса она еще дальше и продолжится тоже про колеса но к сожалению материализовалась проблема суть в чем перестала открываться крышка перестал открываться багажник то есть пятая дверь не реагирует не могу сказать что это случилось вот прям вдруг неожиданно и все было в принципе ожидаемо как всегда у нас происходит когда-то с учетом предыстория когда-то давно зимой я помыл машину на мойке машина постояла я подошел сдернул ручку пятой двери попытался ее открыть вот и она не открылась то есть замок как-то вот так вот потянулся то есть такое ощущение что там что-то вот сама ручка пошла а дверь так и не открылась но в итоге я оставил машину в гараже она отогрелась отошла все потом стал нормально открываться значит потом как-то в один прекрасный день летом после мойки тоже я помыл машину открывая дверь багажника вот эта вот штука за что мы нажимаем она начинает болтаться то есть перестает быть тугой и дверь у меня перестала закрываться то есть замок завис там в каком-то положении в итоге он не закрывался так в итоге я с незакрытой дверью добрался до гаража подождал как положено один день на следующий день пришел все заработал ну и короче говоря ситуация следующая я даже скажу так как поется в группе тату ситуация help ситуация сос суть в чем дверь у меня закрыта и вот это вот штука она там вот болтается но дверь к сожалению не открывается я смотрел ролики на ютюбе ну как бы все там ништяк все там здорово написано в принципе все почему еще и как но беда в том что все это дело на открытой двери а моя дверь закрытая и поэтому сейчас изнутри мы будем пытаться ее разобрать чтобы добраться до замка и так дорогие друзья мы находимся в багажнике я уже начал немножечко под разбирать ручку суть в чем все интересные ролики которые показывают как нужно снять всю эту историю показаны когда дверь открыта моем же случае дверь закрыта и ни много ни мало нужно будет отковырять это все дело на закрытой двери чтобы снять вот эту обшивку и все-таки добраться до нашего чудесного замка ну что ж сейчас начнем это делать так так друзья мои ну вот кому интересно значит самое сложное было отковырять вот эту верхнюю но я просто ее отделу потянул вниз то есть все прекрасно знают что вот эта верхняя часть отщелкивается вниз все тут это дело на металлических клипсах тут видите у меня немножечко даже земли там никогда она скорее всего не снималась тут тоже все видите на металлических клипсах в общем суть в чем верхняя часть дергается вниз левая вправо правая соответственно влево под раскидали мы вверх сейчас будем снимать вот эту вот часть чтобы снять вот эту часть нужно вытащить чертовой матери этот органайзер дальше насколько я помню тут болтов никаких нигде нету кроме вот этого вот одного места вот здесь вот поддеваем ну короче вот за этого заглушкой вот за ней вот есть вот за ней есть болтик один вот он его нужно открутить и вся остальная вот эта вот часть она крепится также на клипсах ее путем выдергивания нужно будет снимать значит тут вот тоже есть свой прикол но сейчас я этот болтик откручу а потом покажу что с ручкой делать итак этот болтик открутил видите тут его нет потом чтобы стать вот эту ручку вот обратите внимание вот и поднял тут есть вот такие вот пистончики вот они вставляют сейчас вот такая вот штука она прям без проблем оттуда вот смотрите раз вот и потом скорее всего без каких-то особенных проблем должна сняться ручка но вот за счет этих штук она и держится так теперь будем отковыривать саму вот эту вот штуку надеюсь она снимется без проблем но сейчас посмотрим минус конечно в том что совершенно здесь как бы ну не удобно но как говорится сам до этого довел теперь мучайся есть так сейчас я вытащу вам потом обязательно покажу что я могу вам сказать друзья кто-то здесь уже был до меня почему я так считаю потому что вот это хотя она могла просто отвалиться от старости ну как от старости смысле от времени вот это сама хрень это такая вот ну или за есть у меня кстати большое желание сделать шумку вот это вот пятой двери чтобы она поменьше чтобы она поменьше гремела друзья мои присутствует манечко коррозия вот она чуть-чуть но она и стоит так я вам просто покажу у вас конечно та же самая история а вот наша беда вот это вот так что тут еще есть так но этот дворника пыль и щит тут мать твою так вот он наш проблемный момент это вот видите свободный ход вот это вот штуки вот видно потому что замок у меня не вернулся обратно вот сейчас вот сейчас я открою сейчас я открою слух ну с наружной стороны и покажу вам что там да как так для начала вот обратите внимание вот она внутренняя часть задней вот этой панели всей вот видите тут просто клипсы по кругу идут вот вот и судя по тому что вот это клипса беленькая кто-то значит все-таки с снимал до меня все это дело кстати вот он крепежный элемент блин интересно как его потом собирать но это ладно вот так так но это ладно это все лирика смотрим о открылся вот проблема вот в этом вот вон увидите вот сюда обратите внимание там ржавчина вообще грязь пыль тут просто жопа одним словом и вот это вот ржавчина не дает замку возвращаться в исходное положение то есть вот он поднимается видите но не до конца работает то есть сейчас я все это дело смажу вот видите какой смотан свободный ход ручки а замок должен возвращаться вот так вот вот сейчас он как положено вот я его смотрите открыл хлоп и все видите вот эта штука она свободно гуляет а должно быть вот так то есть замок за счет того что вот в этом месте он нифига не двигается не работает он не возвращается в исходное положение мы сейчас мы все это дело как это правильно сказать то все это дело мы сейчас смажем чтобы все это работало да кстати по поводу коррозии и ржавчины присутствует ржавчина присутствует она вот там он в кармане если но именно ржавчина то есть не гниль сквозная а ржавчинка но это я могу сказать ерунда тут ничего сложного нету ну и так сейчас я буду это все смазывать потом покажу вам что у меня в итоге получилось и как это все работает и так смазал я замочек смотрите как он замечательно начал работать о чем это говорит ну во первых это говорит о том что если вдруг этот хорошо допустим у меня на данный момент я просто-напросто взял и как вам и сказать никуда я не тороплюсь я разобрал задние сидела и приехал открыл багажник хорошая солнечная погода да то есть я залез багажник все это подраскидал дело все это разобрал все это сделал у меня это заняло буквально ну 15 минут сейчас правда еще сборка может быть побольше затронет но это уже другой вопрос но суть в чем если вы едете допустим куда-нибудь на море куда-нибудь а если у вас еще парочка детей полный багажник барахла и вот это зараза перестала работать вы представляете какие проблемы это для вас создаст поэтому если вдруг вы чувствуете что у вас вот эта ручка как-то не так работает нет вот этого легкости открывания не поленитесь сделайте вот это вот дело просто потом вам это может вылезти реально боком еще один момент хотел сказать вот в эти вот карманы если уж вы залезете сюда ну не под не поленитесь залезть и вот сюда вовнутрь там у вас будет вот как у меня и было до хренища песка песок там берется откуда вот это пыль постепенно постепенно все это дело оседает сюда потом она забивает дренажное отверстие там остается песочек песочек этот намокает и постоянно сырой и в итоге низ двери вот этой пятой задней у вас начинает подгнивать но это я просто к тому что если вдруг вы полезете делать вот эту не поленитесь прочистите там все прочистите все дренажи чтобы у вас хорошо стекала вода но в принципе здесь все больше вам особо рассказывать не чудеса еще раз повторюсь что когда будете разбирать значит верхняя панель дергается вниз левая вправо ну правая соответственно влево то есть вот это все дело откручивается один болтик как я уже показывал на заглушки и все вот в этом месте он крепится больше болтов нет все остальное на клипсах она просто отрывается движением на себя как видите видели даже с закрытой дверью это реально сделать но больше к этому как говорится я возвращаться не буду все сделала все получилось сейчас итак друзья мои ну вот на этом небольшая такая зарисовочка в общем то и закончилась в единственное искренне вам желание подать такие ситуации как я то есть за вы заблаговременно своевременно выявлять какие-то мелкие недостатки пытаются их устранять чтобы они не перерастали в какие-то большие и сложные проблемы всем кто смотрел большое спасибо кому видео понравилось ставьте лайк не понравилось ставьте дизлайк подписывайтесь на канал буду очень рад новым подписчикам но и запомните как всегда не бывает плохих автомобилей бывает только хреновые хозяева всем пока